Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о комфорте для собак и богатых норвежцев. Перевозить собак, особенно крупных пород, в автомобиле проблематично. Пес все время пытается обратить на себя внимание, высунуть голову в окно или облезать хозяина. Выход, казалось бы, прост – контейнер-перевозка. Но у многих собачников сердце кровью обливается только при одной мысли, что их песик будет сидеть в этой клетке. До недавнего времени автопроизводители могли предложить только специальные ремни безопасности, да и все. Никто на тему перевозки животных особо не задумывался. И тут внезапно взбудоражились маркетологи Ниссан, которые предложили собачникам концепцию автомобиля, удобного для собак. В основу концепции лег кроссовер Ниссан Экстрейл. Начнем с того, что багажник автомобиля был полностью переработан. Питомец или питомцы поднимаются туда по специальному трапу. Внутри их ждет дозатор для корма, легко моющаяся кожаная обивка и вентилятор, чтобы не было душно. Собачку даже можно помыть. Для этого в машине есть выдвижной душ и фен. Водитель и передний пассажир могут следить за псом с помощью видеокамеры, картинка с которой передается на мультимедийную систему. Но и собачка может видеть владельца, у нее тоже есть свой монитор. Кроме всего этого великолепия, владелец может сказать пару ободряющих слов хвостатому пассажиру с помощью аудиосистемы автомобиля. Да, у некоторых собак конура лучше, чем у некоторых людей дом. Норвегия страна богатая. Ее граждане платят очень высокие налоги. Но государство об этом не забывает и заботится о своих гражданах. Последнее время оно особо рьяно заботится об экологии и начало войну с двигателями внутреннего сгорания. И это при том, что Норвегия один из крупнейших экспортеров нефти в мире. В плане правительства полный отказ от традиционных автомобилей уже к 2025 году. И внедрение везде, где возможно, электромобилей. Достичь результата им должна помочь льготная налоговая база. Она, кстати, уже позволила стране стать крупнейшим рынком машин на электричестве. 24% машин там заряжаются от розетки. И это несмотря на суровый климат, кстати. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин.